1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять опять и так всем дорогие друзья здравствуйте или привет или приветульки или как там самый так сегодня вам расскажу как открыть брюн мк 9 брюн поговорим еще от смо или там еще и созвучные с чем он знает потому что разработчики особо не вдаются в детали что такое свой объяснение этому нормального как бы нету как это расшифровать о хрена не знаю да и еще поговорим об обвес нужно вешать на брюн так как же открыть наш с вами открыть его довольно не просто если у вас нет сетевой игры что нам нужно для этого сделать сейчас я выведу картинку картинку выведу а где нам бы а вот мы зайдем ось так нам нужен захват экрана вот у нас здесь есть захват экрана чуть подтормаживает ну ладно захват экрана мы сделали и заходим в картиночку вот эту вот и смотрим что нам нужно сделать для того чтобы его открыть убить из ручного пулемета три противника находящихся рядом с дымом в 15 разных матчах что подразумевает под собой рядом с дымом вот это вот написание это значит что противник должен находиться вот дым и вот здесь противник вот здесь противник совсем рядом если у меня здесь есть конечно я чуть записывал а наверное я это удалил удалил сейчас даже посмотрим даже посмотрим а нет у меня здесь все есть у меня здесь все есть сейчас мы посмотрим где мочил противников рядом с дымом с мы еще раз захват вот это вот экрана сделаем и видосик у нет вот как видите я здесь на картинке бросают дым и начинаю выносить противника конечно меня выносят вот противник должен находиться не возле дыма 15 процентов метров или 20 метров нет он должен находиться либо в дыму либо вплотную рядом с ним то есть почти в дыму тогда вам засчитается убийство в ином случае убийство просто не засчитается вот это вот самая основная проблема потому что я тоже думал ну типа рядом с дымом окей там где-то сверху находится чуть снизу там чуть сбоку можно его убить и получить собственно выполнение задания но это как оказывается так не работает дым должен быть непосредственно совсем вплотную с противником вот иначе иначе вам не засчитает не знаю кто это придумал но это как раз она под сетевую игру все делалось потому что допустим в королевской битве это выполнить очень сложно ближе так поймать чувак был рядом с дымом это просто приходить специально какие-то замесы втискиваться туда значит где-то сверху там с позиции кидать чувакам дым и сверху их уже мочить потому что так очень сложно в королевской битве их поймать другой вариант конечно можно их ловить в кровавые деньги там это сделать немножко проще но самый простой способ это конечно же зайти в сетевую игру сегодня вот у нас бесплатные выходные сетевой игры это сделать очень просто самая простая пушка с которой это можно сделать это у нас вот этот самый как хочется это холдер это холдер ручной пулемет вот такой делаем ему все от бедра лазер бедра тоже делаем оптику ему желательно поставить зеркальную круглую не и к оптику как все советуют округу вот такой вот вот у нас сборочка круглый прицел у нас без приклада рукоять от бедра лазер от бедра тоже ставим ствол ствол не обязательно но можно поставить а вот этот короткий на мобильность и вот так вот он у нас выглядит вот так вот он у нас выглядит вот ну и здесь его добавить избранное вот у нас в руках вот так вот выглядит и вот с такой конфигурации очень легко ловить чуваков дыму и рядом с дымом 100 патронов то есть вам хватит за глаза чтобы косить не обязательно даже этот самый видеть противника достаточно просто найти такое место где они захватывают точку где их много кидаешь просто туда дым и наугад иначе же блять на уровне головы и всех нахер выносишь и собственно всем с холгером это делать очень просто и легко и к прицелу инфракрасный не нужно ставить уже с ним неудобно делать долго и вообще холгер это ваше все и еще по поводу обратно поставим наш модификацию по поводу обвесов на брюйн какие обвесы на него вешать можно делать брюйн с оптикой вот как это делаю я но это уже для профессионалов и нацеливание на цель происходит намного дольше чем мы привыкли делать я ставлю снайперский прицел чтобы противника было получше видно и подальше отдача конечно есть но она не такая сильно как на мпк я ставлю 200 патронов не ставлю цим и о циму у нас или цима повышает урон я так понял по технике потому что с ним техника подыхает намного быстрее и что самое главное смог помогает пробивать металл то есть когда противник ездит в машине и стреляешь с обычного пулемета без смо металл особо не пробивается и противник просто ну как бы выживает а смо он уже не выживает он быстренько значит дух нет и все это замечательно происходит поэтому смо очень хорошая и полезная вещь для уничтожения противников в технике хотя сама техника но как бы она дохнет быстрее ну сказать бы чтобы совсем быстро я особой разницы не заметил стены пулемет как пробивал так вырывает заборы тоже вот единственно что я заметил если по тех в технике смог работает замечательно также у меня здесь есть вершина снайперский значит ствол который увеличивает дальность дула мы ставим глушитель у нашего нас не обнаружили на карте глушитель маскируют ваше местоположение соответственно здесь все для коротких дистанции у меня вот такой вот короткий приклад боеприпасе на 60 патронов кроном у меня вот этот вот оптический прицел стиль ну и конечно же снайперский вот этот вот дула вершина так потом у нас здесь стоит рукоять стабильность прицеливания то чтобы вас не три слота мнению не вот это вот вы конечно же свою можете сборку подобрать которая будет подходить вам потому что сборки такое это очень индивидуально и зависит от ваших профессиональных навыков поэтому подбирайте обязательно от себя надеюсь я ответил на все сегодня поставлены передо мной вопросы есть какие-то замечания или комментарии обязательно пишем их в комментариях за извините за тавтологию извините понятно это тари и так далее и тому подобное извините за тавтологию пишите свои вопросы и комментарии в комментариях поэтому сегодня пока